Жозе Мориньо в прошлом сезоне собрал в Челси идеальную для себя команду Клуб без проблем завоевал золото АПЛ, но провалился в Европе Теперь все ждут реабилитации Жозе И если этого не случится, авторитет Маура серьезно пошатнется А зачем мы еще будем пристально следить в ближайшие месяцы? Это топ-10 главных футбольных интриг сезона 15-16 Он будет крутым Поехали! Десятая строчка и абсолютно туманное будущее Баруси Команда хорошо провела вторую половину прошедшего сезона Да и игроки у дортманцев собраны классные Но для того, чтобы составить реальную конкуренцию лидерам, нужно усиливаться Минус ушел Клоп, вернувший Баруси в ряды суперклубов Плюс пришел Томас Тухель, который неплохо руководил, но середняком Майнцем Стоп, Майнцем? На самом деле Клоп тоже пришел к шмелям из Майнца Но чтобы стать новым Юрденом, нужно быть нереально крутым Девятую строчку отдадим чемпионату Франции, как первенству, вообще без интриги Понятно, что ПСЖ наголову выше всех остальных И понятно, что какую-то конкуренцию им, наверное, будут составлять Леон, омолодившийся Монако, Марсель, Бордо и Сан-Тетьен Тем более к ним Андрей Панюков может перейти Так что главная французская интрига – это выступление ПСЖ в Лиге чемпионов В прошедшем сезоне парижане выбили Челси, поднялись на ступень выше и сказали всей Европе Да, мы действительно топ-команда Теперь статус нужно подтвердить Денег вложено куча, мечтают с Парижа о победе Но даже финал или полуфинал Лиги чемпионов для ПСЖ станет успехом Восьмая итальянская интрига Возродятся ли великие Милан и Интер? Ну, абсолютно непривычно искать недавних победителей Лиги чемпионов в середине таблицы У обоих клубов сейчас все совсем неплохо с финансами Есть интересные трансферы А Манчини вообще заявил, что клубы будут бороться за титул Но это, откровенно говоря, вряд ли Вернуться бы в Лигу чемпионов Седьмая строчка и Донецкий шахтер Команда меняется на глазах Два года назад горняки были самыми сильными в Восточной Европе А этим летом от них уже ушло трое лидеров Дончане не могут играть на домашней арене и особо не усилились Поэтому неясно, сможет ли хоть кто-то реально составить конкуренцию киевскому Динамо в чемпионате Украины Тем более заметно ослабел Днепр Впрочем, у шахтера остался супертренер, не бросивший команду Суперкапитан и суперболельщики А вот хватит ли этого, чтобы бороться за золото и успешно выступить в Европе? Вопрос Шестое место у Барсы Главное тут интрига такая Будет ли у синегранатовых спад в течение сезона? В прошедшем они выиграли все Но ни одна команда в мире не делала требл два раза подряд Очень сложно быть такими же голодными до побед после абсолютного триумфа Так что каких-то трофеев Барса, наверное, лишится У них все отлично с составом Месси в форме Суарес на пике Неймар становится все лучше Но даже после требла в 2009 при Гвардиоле Следующий год Барса провела заметно хуже Взяв лишь золото Ла Лиге Так что и тут все совсем не очевидно Пятая позиция Абсолютно непонятный Ливерпуль В Англии все ясно с Челси, Ман-Сити, Мью и Арсеналом Эти команды опять будут бороться за титул и пьедестал до последнего Их и Челси фаворит В этом году аристократам будет явно сложнее Тем более в АПЛ судьбу трофея часто может решить гол Агуэра на 93-й Или поехавшая нога Джерарда Очень хочется посмотреть на второй сезон Ван Гала Сможет ли он достроить суперкоманду Как было 20 лет назад в Аяксе Когда он вот так фоткался с боди-арт-девушками и диком адвокатом Ну и многие ждут, что прибавивший Арсенал будет всех сносить на своем пути Хотя состав у них откровенно слабее Мью и Челси А вот с Ливерпулем вообще непонятно Окончательно ушла эпоха Стиви Джи Сейчас лидеры красных Хендерсон и Каутиньо Пришли Бентетти с Фермино Мерсесайцы могут как провалиться, что вероятно очень Так и выстрелить Ждем Четвертая позиция у чемпионата России И конкретно московского Спартака Что покажут красно-белые с неопытным Оленищевым Загадка века Под философию клуба он отлично подходит Но спартаковцы уже приучили нас к тому, что любые коачи, кроме гендиректоров, у них терпят фиаско Есть и другие интриги в России Например, будет ли реально претендовать на чемпионство ЦСКА со стареющей защитой? Что сотворит Бердыев с Ростовом? Удержит ли планку Краснодар? Сможет ли удачно выступить в Лиге чемпионов Зенит? Если нет, Вилош Боушу просто обязаны сразу указать на выход Бронза топа у совершенно другого туринского Ювентуса Команду покинули фундаментальные игроки Теви, Спирла и Видаль Понятно, что схему игры надо перестраивать Наработки Конте уже не действуют И Аллегри нужно доказывать, что он может не только усовершенствовать хорошее, но и создавать свое К зебрам пришли сильные новички Хидира, Дебала, Манджучич и другие Ясно, что, скорее всего, в Италии у них опять не будет конкурентов Но вот в Лиге чемпионов снова выйти хотя бы в полуфинал зебрам удастся вряд ли Как думаете? Вторая строчка и последний шанс Гвардиолы Еще никогда в тренерской карьере Пепа так не критиковали Бавария стоит на месте, внутри коллектива происходит не пойми что Не задумываясь уходит символ клуба Швайнштайдер В общем, вопрос такой Как сложится последний сезон Гвардиолы в Мюнхене? И кем он отсюда уйдет? Золото Бундеслиги никто уже особо не обрадуется А вот в Лиге чемпионов нужно минимум выходить в финал Если этого не случится, Пеп уйдет из Баварии проигравшим И рейтинг его крутости станет заметно ниже С учетом похожей ситуации у Маура Вот ведь будет заруба Ну и первое место Доработает ли Бенитос в Реале до конца сезона? Испанец ни разу в карьере и близко не тренировал такой суперзвездный состав А последние годы вообще работал с европейским середняком Наполе Причем неудачно, хотя бюджет был хорошим Плюс из стана сливочных уже начали поступать слухи о недовольстве звезд Которым по умолчанию добавляется ужасное давление на наставника в Мадриде И абсолютное недоверие болельщиков Но Перес-то не дурак Поговаривают, он позвал Бенитоса для серьезных перемен Получится хорошо, не получится, уволит Флорентино хочет сделать Реал менее Роналду-зависимым Ведь при Анчелотте, если игра не шла у Хриштиану, проигрывала вся команда Теперь вряд ли будут победы по 9-1 Но как в итоге пройдет перестроение игры И что вообще ждать от сезона сливочных – самый большой вопрос И удачи Дэну Терешеву Где бы он ни оказался Ну и бонусом В этом сезоне нас снова ждет дуэль Роналду и Месси У Лео в команде все заметно стабильнее Но Криштиану это точно не остановит В прошлом году португалец обогнал аргентинца по забитым мячам во всех турнирах А Месси был лучшим по ассистам После клубного сезона нас ждут два супер турнира сборных Чемпионат Европы и Копа Америка Где обоим есть что доказывать Тем более золотой мяч еще никому не надоедал А еще есть интрига Возьмет ли Севилья снова Лигу Европы? Хотя что тут непонятного? Конечно возьмет! Они за 10 последних лет это 4 раза делали Им просто по приколу Понравилось? Подписывайтесь А заодно пишите в комментариях Что для вас является главной интригой будущего сезона И станет ли Коноплянка крутым в Ла Лиде А вообще можете ответить на каждый из вопросов этого топа Их можно найти в описании А потом зайдете месяцев через 9 сюда И поймете кто круче в аналитике Вы или Бубнов Прошлый выпуск про провальные трансферы МЮ смотрите тут Ну а рейтинг худших футбольных менеджеров мира Типа Смороцкой Здесь Александр Журавлев о Спорте ТВ Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok